Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «День города». В выпуске расскажу о том, как прошел четверг. Взгляд со стороны исполняющей обязанности мэра выступил с докладом перед депутатами. Кукушка Старожиловского района. Дикая история с уголовным шлифом. Демон вернулся. В Рязанском театре кукол возродили постановку для взрослого зрителя. Сегодня депутаты Рязанской городской думы приняли отчетный доклад за прошлый год от исполняющего обязанности мэра Рязани Виталия Артемова. Как заявил градоначальник, в 2022 бюджет Рязани по доходам был исполнен с на 2,4%. Доходы составили 18,5 млрд рублей. Расходы – 18,7 млрд. Более четверти всех расходов пришлось на дороги и жилищно-коммунальное хозяйство. Остальные цифры в следующем материале. Основные показатели бюджета Рязани с приставкой «плюс». За прошлый год применительно к первоначальной редакции казна прибавила почти 5 млрд. И городские власти нашли им применение. 63% всех трат – это социальная сфера. В 2022 году бюджет по доходам был исполнен с превышением плановых назначений на 2,4%. Доходы составили 18,5 млрд рублей, в том числе межбюджетные трансперты – более 12 млрд рублей. Из них 5 млрд рублей – это субвенции на реализацию общеобразовательных программ и более 1,5 млрд рублей – это субсидии на ремонт и строительство дорог. Собственные доходы – 6 млрд 300 млн рублей или 109% к плану. 4 нацпроекта в орбите интересов городских властей получили основной приоритет. В совокупности здесь было потрачено около 3 млрд 300 млн рублей. По нацпроекту образования уже построенной открылась новая школа номер 76 в микрорайоне Кальное. Началось строительство детского сада на 224 места. Дальше – больше. В 2023 году будут введены в эксплуатацию два детских сада – это в микрорайоне Кальное и Семчино. Завершена реконструкция первой школы и детской школы искусств номер 5 Поревск. Также на территории 58 школы будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию школы в микрорайоне Семчино и Олимпийский. Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Торпмаш. По нацпроекту «Культура» созданы три модельные библиотеки, отремонтированы помещения, приобретены мебель и оборудование, обновлены фонды. Открыта новая библиотека в военном городке Дягилева. Почти миллиард рублей городские власти направили в сферу дорожного благоустройства. Увеличились объемы дорожного ремонта. Общая протяженность отремонтированных дорог – 47 км. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» завершены ремонты 10 дорог по двухлетним контрактам 2021 года и по 16 участкам выполняется работа по контрактам 2022-2023 годов. Еще 10 участков отремонтированы по годичным контрактам 2022 года за счет дополнительных средств областного и городских бюджетов. В этом сезоне денег на ремонт дорог будет больше примерно на 150 миллионов рублей. Поселки Качево, Мордасово, улица Семчинская и Магистральная – основные направления. По линии благоустройства дворовых территорий в прошлом году работы выполнены в 62 дворах. В этом по такой же схеме отремонтируют еще 53. Масштабно в 2022 году городскими властями были благоустроены 5 общественных пространств. Лесопарк, парк имени Белякова, зеленая зона дубовая роща Вишневый сад, Гвардейский сквер и Лыбецкий бульвар. А еще в прошлом году были сохранены все дополнительные меры помощи нуждающимся гражданам. 8,5 миллионов рублей дополнительно получит из федерального бюджета Рязанская область на поддержку классных руководителей. Об этом сообщает сайт областного правительства со ссылкой на председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы. Депутаты от Рязанской области Андрея Макарова. Средства направят на ежемесячные выплаты классным руководителям в общеобразовательных организациях. В этом году их стало больше в связи с открытием школы номер 76, рассчитанной на 1100 мест. Всего в 2023 году Рязанская область получит 472 миллиона рублей на поддержку классного руководства. Совершенно дикая история произошла в Старожиловском районе. Мать отнесла новорожденную дочь в лес. Нашел девочку случайной прохожей. Произошло это 7 июня. Теперь на женщину завели дело, подробности которого в нашем сюжете. Все произошло 7 июня в Старожиловском районе. 19-летняя мать без какой-либо медицинской помощи родила девочку, а после поступила скорее как сказочная злобная мачеха. Она отнесла младенца к ближайшей лесополосе и оставила его там. Плач ребенку услышал местный житель, который гулял неподалеку. Он-то и вызвал полицию и медиков. К счастью, ничего серьезного за это время с малышкой не случилось. В настоящее время девочка находится в перинатальном центре, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. Мать ребенка на основании ходатайства следователя заключена под стражу. По уголовному делу проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство новорожденной дочери. Своей мотива она пока никак не объяснила. По статистике, кстати, подобным образом поступают около 1% матерей. Часто заявления пишут прямо в роддоме. Цифры действительно неприятные. Каждый год в России на произвол судьбы родители оставляют от 50 до 70 тысяч детей. 36 авто за прошлые сутки эвакуировано на штрафстоянку сотрудниками ГИБДД. Каждый нарушил правила остановки и стоянки. С начала года таких уже 3,5 тысячи. Первые полчаса рейда и первый нарушитель, говорят сотрудники ГИБДД. Вердикт – эвакуация. Процедура эта быстрая, не более пяти минут. Но шанс спасти свое авто все же есть. Нужно только успеть добежать до погрузки. Штраф, конечно, заплатить все равно придется. За парковку ближе пяти метров до пешеходного перехода, например, тысячу. Это дешевле, чем оплачивать эвакуатор и место на штрафстоянке. В настоящее время действенные меры воздействия на нарушителей правил остановки и стоянки являются задержание транспортного средства и помещение его на специализированную стоянку, которая производится в соответствии со статьей 27.13 КОАП РФ. Перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку осуществляется в случае невозможности устранения причины задержания на месте выявлено административного правонарушения. Самое распространенное нарушение, говорят сотрудники госавтоинспекции, это когда человек паркуется под знаком «остановка запрещена». Остальные призовые места делят остановки на пешеходном переходе и под знаком «парковка для инвалидов», при этом инвалидом не являясь. Взыскания за такие нарушения варьируются от 1 до 5 тысяч рублей. В первые две недели оплатить штраф за свою невнимательность можно со скидкой 50%. Госавтоинспекция Рязанской области обращается к водителям с просьбой быть внимательными в местах, где вы собираетесь припарковать свой автомобиль и обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств и не нарушать действующие правила. Если водитель свое авто на месте не найдет, то искать надо уже в ГИБДД. Первым делом звонок дежурному, например, по номеру 29-74-54. Там ответят на вопрос, где авто в данный момент. Ну, а дальше путь понятен, на Солнечную-1. Там составят административный материал. Кстати, с возвратом авто лучше не медлить. Сумма-то на штрафстоянке растет. В Рязанский кукольный театр вернулся демон. Спектакль под таким названием уже ставили на этой сцене, однако его переосмыслили, и теперь он предстал перед зрителем с новыми посылами. В дни премьер мы поговорили с режиссером. Этот спектакль – сценическая версия восточной поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова «Демон», в которой в особой символико-философской форме ведется поэтически совершенный разговор о судьбе. О судьбе мятежного падшего ангела, о природе и диалектике добра и зла. Спектакль выстроен на противопоставлениях и контрастах света и тьмы, живого и неодушевленного. К сожалению, очень редко ставится. Он немножко забыт и обделен, потому что поэтический его ключ, его трепет и боль, одиночество, которое его всю жизнь сопровождало, очень сложно на сцене не только воплотить, а в принципе не всякие артисты способны это передать. То, что в Рязанском театре кукол есть замечательные артисты, которые не просто этому способны, они чувствуют и понимают материал так глубоко и так интересно, что я понимаю, что это еще и роль на вырост. Спектакль продолжает традицию постановок для взрослых зрителей, традицию обращения к русской классике и поэтическому театру. Чем дольше живешь, тем больше понимаешь, что классика – это то, что должно быть, наверное, основным и закладываться не только в школьной программе, но вообще, в принципе, возвращаться к классике, всегда перечитывая ее, очень полезно. Ну, есть научные доказательства тому, да, что когда классику перечитывают люди, что они развиваются, и ум развивают, и воображение развивают и так далее. Поэтому выбор в пользу классики, я считаю, что это выбор нашего времени сейчас должен быть основным. Помимо спроса на классику, есть еще и какое-то совпадение, наверное, моей любви большой к поэзии и желание передать все, что я знаю поэтического тем актерам, которые в спектакле заняты, и вообще, в принципе, актерам театра. И, наверное, не случайно то, что мы предварительно встречались, общались вообще, как строится стих, как это должно быть, и как донести в строке, донести всю красоту мысли, которая за этим стоит. В этом спектакле много нового в сравнении с той постановкой, которая уже когда-то была на сцене кукольного. Я отношусь к категории режиссеров, которые не любят просто переносить рисунок, уже готовый, который ставился на других артистов, и просто делать под копирку. Все равно я отталкиваюсь от тех индивидуальностей, которые есть в театре. Есть основа, материал, есть артист, которого я хочу ввести на роль, и есть, собственно говоря, его индивидуальность, которую мне хочется как раз раскрыть. И то, что в этом спектакле у нас появились два молодых артиста, которые, на мой взгляд, на данном этапе прекрасно справились со своей задачей. В техническом плане тоже немало всего поменялось. Новый экран, жидкий лед, создающий эффектное задымление, да и у самого демона выросли новые крылья. Посмотреть спектакль теперь можно будет в новом театральном сезоне уже осенью. В Рязань идет жара. По крайней мере, синоптики обещают зной в ближайшие выходные. Станет теплее и по ночам. Подробнее расскажу далее. Со среды температура в регионе начала расти. Это связано с тем, что сейчас в Центральном Федеральном округе антициклональная погода. При антициклоне небо ясное. Еще через 8 дней наступит летнее солнцестояние. Энергия солнца максимальная. Солнечные лучи прогревают почву, а потом тепло переходит в воздух. К выходным температура в регионе поднимется до 26-28. В субботу 29-30 градусов. Метеорологи считают, что постоянный нагрев воздуха влияет и на ночные температуры. По их словам, ночью температура воздуха составит от 10 до 12 градусов, а в выходные до 15 градусов. Однако рекордов ждать не придется. Они гораздо выше нынешних температур. На этой неделе рекомендуется быть осторожнее в лесу, не разбрасывать горящие предметы и не забывать тушить костры во избежание возникновения пожаров. А врачи напоминают, как защититься от солнечного удара. В самые жаркие часы с 11 до 17 надо стараться проводить меньше времени на улице. В это же время стоит ограничить физическую активность на воздухе, чтобы не перегреться, а также пить по 2-2,5 литра жидкости во избежание обезвоживания. Если солнечный удар все же произошел, пострадавшего нужно отвести в прохладное место или в тень, положить, повернуть голову на бок, а лоб накрыть смоченной в теплой воде тканью. Несмотря на кратковременную жару, со следующей недели, скорее всего, похолодает. От 20 до 25 градусов тепла ожидается с понедельника. А теперь о народных приметах на день сегодняшний. На Руси 15 июня отмечали праздник зеленого вьюна или, как его еще называли, вьюнец. Он относится к числу старинных русских обрядов, в чем его суть сейчас точно сказать сложно. Однако известно, что поселяне в этот праздник собирались с утра за околицей, а потом ходили толпой по улицам и пели песни, которые посвящали парам, сочетавшимся браком в этом году. Молодые угощали взрослых людей вином, а детей одаривали деньгами или конфетами. Вечером молодежь собиралась на игрище. Девицы водили хороводы, плели венки из вьюна. На счастье, как говорили, плели мыслями свое будущее. Молодцы бились на кулаках и боролись один на один. Дома в этот день украшали ветками берез и венками. На стол обязательно ставили свежеиспеченный каравай. На этом к настоящему часу все новости. Смотрите больше на сайте телекомпании и в социальных сетях. Я, Марина Романюк, прощаюсь с вами. До следующих выпусков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин